Как привлечь внимание к региональным турпродуктам? Найти дополнительные средства на реализацию туристических проектов? Об этом и не только шла речь на межрегиональном форуме «Этнотуризм как фактор развития малых городов России». За полгода МРИЛ посетили более 100 тысяч туристов. Впрочем, учитывая туристический потенциал республики, эта цифра вполне могла бы быть еще больше. Более 70 участников форума, из них 30 – приезжие. Эксперты из Москвы, руководители отделов туризма из регионов ПФО. Удивить соседей из Чуваши, Татарстана, Кировской области гостеприимством народа МРИ уже довольно сложно. Многие из них не раз были в столице МРИЛ. А вот для участников форума из Тульской области Ларисы Дудкиной, например, это первая командировка в Ешкралу. Большие города или наши культурные столицы – Санкт-Петербург и Москва – они уже в достаточной степени показали свои возможности. Несмотря на то, что, у меня всякого сомнения, их потенциал поистине не исчерпаем, а вот самую главную кладезь – это малые города. То, что мы увидели уже сейчас и услышали о том, что у вас проводятся, к примеру, показы спектаклей на открытых площадках, и мы сегодня уже увидели, где проходит Ромео и Джульетта. Я считаю, что это совершенно прекрасное начинание. Мы будем у вас учиться. Будь то тихий городок Белев в Тульской области, столица золотой хохломы, город Семенов в Нижегородской или старинный купеческий Казмодемьянск в МРИЛ, у всех малых городов, по сути, одни задачи – увеличить турпоток, организуя на должном уровне сельский, аграрный, экологический, этнографический и, наконец, событийный туризм. Но прежде необходимо создать туристическую инфраструктуру, и здесь без частных инвесторов не обойтись. Привлечение инвесторов, конечно же, это имеет, ну, скажем, два механизма имеются. Это создание государством условий, выгодных для инвесторов. Это серьезная работа, это законодательная работа. К сожалению, на протяжении многих лет депутатам Государственной Думы не удавалось принять закон, а меценатства сейчас очередной раз делается попытка, и по неуточненным пока сведениям, закон о меценатстве в нашей стране все-таки будет рассматриваться на осенней сессии депутатами. Это, конечно же, там будут правила, которые сложились, европейские, ну, во всем мире существуют правила привлечения денег частных инвесторов. Инвестиции в сферу туризма, говоря экономическим термином, это, конечно, довольно длинные деньги. Потребуется несколько лет, чтобы построенный с нуля туристический комплекс стал приносить прибыль. Впрочем, в Мариэл уже есть немало примеров тех, кто вложился, подождал и не прогорел. Каждый регион, субъект Российской Федерации имеет возможности на местном уровне, законодательно, дать преференции тем инвесторам, тем потенциальным участникам туристического бизнеса, которые находят своеобразную нишу, становятся привлекательными. Этим занимается наше Министерство экономики и достаточно полномочия, собственно говоря, самого Министерства, для того, чтобы в рамках развития малого бизнеса давать беспроцентные кредиты. Есть даже система вложений больших денег на безвозвратной основе. Есть механизм создания льготной кредитной линии для развития туристического бизнеса. То есть механизм, он все-таки существует. Кстати, сейчас в Министерстве регионального развития России на стадии разработки находится федеральная целевая программа по развитию малых городов. В нашей стране их около 800 с населением от 10 до 50 тысяч человек. Мы уверены, что профессиональное общение на форуме, оно как раз станет источником новых идей, основой для деловых контактов и межрегионального сотрудничества. В ближайших планах Республиканского комитета по туризму выпуск туристической карты Ишкаралы, а затем и республики, взяв которую любой гость Мариэл не только не заблудится, но еще и не пропустит неизвестные для него, но очень живописные места республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова